Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Христианский Компас. Меня зовут Владимир Забелин. С недавнего времени в России стал весьма популярен и любим народом один древний индийский праздник под названием Фестиваль Красок Холи. Само торжество бурно проходит под лозунгом смеха и мешочков с яркими цветными красками, которыми участники фестиваля бросаются друг друга. Свежий воздух, солнце, сотни и даже тысячи улыбающихся людей, громкая заводная музыка и все это в густом тумане разноцветных летучих красок. Это и вправду выглядит очень эффектно, весело и привлекательно. Стоит ли говорить об опасности после такого праздника приобрести очередное дополнение к своим болезням в виде обострения аллергии, проблем со зрением и с кожей. Впрочем, помимо физической опасности, несомненно, существует и духовное. Праздник демонический, поскольку в его содержательной основе лежит конфликт двух демонов, персонажей индийского пантеона. Согласно индуистской мифологии, этот праздник установлен в честь Холики, которая была демоном и сестрой короля демонов. Ее племянник, которого звали Прохлада, поклонялся богу вишне и за это Холика решила его погубить. Надев свой магический плащ, она села с племянником на руках в горящий костер. Однако плащ соскользнул с нее, накрыв племянника. Сама же Холика сгорела заживо. В память об этом каждый год, встречая весну, индусы ночью сжигали чучело Холики, а на следующий день обмазывались пеплом. Постепенно пепел стали подкрашивать, а со временем и вовсе заменили его химическими красками. Таким образом, посыпание себя разноцветными красящими веществами во время праздника символизирует обсыпание себя пеплом от костра сожженной демонессы Холики. Несмотря на то, что индийский праздник немногим отличается от традиционных русских обрядов, таких как, например, сжигание чучела на масленицу, в самой Индии праздник несет элемент инициации. Участник торжества самим фактом своего участия посвящается в культ. Все это скрывается организаторами мероприятия, потому что нормальный русский человек на такое действие никогда не пойдет. Сами организаторы фестиваля красок Холи, настаивая на светском характере мероприятия, наводят тень на плетень и пытаются лукаво проигнорировать или обойти законы. Но получается это не очень, потому что фестиваль красок Холи, как его ни называй, религиозный языческий праздник. Что касается отношения церкви к данному торжеству, то оно строго отрицательное. Так, например, Челябинская митрополия Русской Православной Церкви причислила популярный индийский праздник Холи, известный как фестиваль красок, к сатанизму. Об этом говорится в обращении прахиально-миссионерского дела, размещенного на сайте митрополии. Кроме того, не секрет, что фестиваль проводится при участии международного общества «Сознание Кришны», которое авторитетные специалисты считают одним из самых опасных тоталитарно-деструктивных культов, действующих на территории России. Для многих стало очевидно, что навязывание фестиваля красок связано с невысказываемым желанием разрушить, деформировать нашу русскую духовную традицию, православную культуру. Участвуя в празднике Холи, молодые люди участвуют в сатанинском действии. Но многих наших молодых людей этим не удивить, потому что еще есть и печально известный Хэллоуин. Конечно же, при проведении фестиваля имеет место еще и коммерческая сторона, но итоговой целью в дальнейшем является вербовка участника фестиваля в неоиндуистскую религиозную организацию. Сейчас же это пока для многих безобидное яркое и красочное мероприятие, которое предназначено для всех, кто, в кавычках, верит в себя и в свои силы, и хочет провести время ярко и интересно. Но можно ли пользоваться этой временной безобидностью, не вникая в содержание фестиваля? Разрешать ли своим детям подобные развлечения, на которых, к слову, уже обязательной программой стали взаимные объятия между мужским и женским полом? На многих фотографиях фестиваля красок запечатлены люди, стоящие с плакатами, на которых написано «обними меня», «иди сюда обниму», «обниму бесплатно» и прочая фривольность. Да и следует ли вообще участвовать христианам в таком сомнительном во всех отношениях празднике? Думается, что ответ лежит на поверхности. Тем, кто все-таки сомневается, не мешает вспомнить о том, что многие мученики раннего христианства отдавали свою жизнь за право не участвовать в языческих праздниках. Например, святой Архип из числа 70 апостолов был вместе с родителями, зверски сколот ножами и побит камнями, в колоссах в правлении императора Нерона за то, что отказался участвовать в языческом празднике. При императоре Максимине был убит святой Афиноген, епископ Педохвои, вместе с десятью своими учениками. Однажды в его родной город Севастию прибыл правитель Филомарх, решивший устроить языческий праздник. Большинство жителей города были христианами и отказались участвовать в этом празднике. Филомарх стал пытать христиан, заставляя подчиниться. А когда узнал, что их вдохновителем является епископ Афиноген, убил Сытова вместе с десятью его учениками. К тому же, как мы знаем из слов самого Христа, только верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. А апостол Петр грозно предупреждает всех христиан тогда и сейчас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рикающий лев, ища кого поглотить. Друзья, благодарю всех, кто досмотрел данное видео до конца, делитесь им с близкими людьми, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Также буду вам крайне признателен, если подпишетесь на бусте канал Христианского Компаса, где я сейчас разбираю тему выцарковления. Подписка стоит всего лишь 150 рублей в месяц. Также можно подписаться на несколько месяцев вперед. Каждая ваша подписка – это поддержка меня как автора и мотивация продолжать проект. С вами был я, Владимир Забелин, канал Христианский Компас. Всем верного направления на Восток. До новых встреч!